Маньяк или просто дружелюбный сосед? Они говорили, что вернутся до 11 ночи. Я хотел ответить, но тут... О-о-о! А-а-а, ребята? Кто-то стучится в дверь. Когда девушки говорят, что это шорты, ну вот просто посмотрите на это. Они натянуты до самого живота, и вы называете это шортами? Я не знаю, как я буду спать сегодня ночью, ребят, вы? Кто-нибудь досмотрел до этого момента из вас? Я не знаю, мне вас жалко, ребят. Мурашки по всему телу. Всем привет, ребят. Добро пожаловать на вторую часть страшилок от Эрики. А-а-а, кажется, я похож на идиота. Это мистер Фламинго, и да, сегодня мы снимаем вторую часть по страшилкам от Эрики. И, друзья, не обращайте внимания на звук от вентилятора. Если бы не он, не записывал бы я для вас видео, потому что у меня нереально жарко, дышать просто нечем. А сколько у вас градусов в городе? Напишите в комментариях. Ребят, я хочу вас похвалить, потому что под предыдущим видео мы установили рекорд. 12 тысяч лайков за одни сутки, да еще и в тренды попали. Просто охренеть. Мы просто нереально сильны, и посмотрите, что мы можем, если объединимся. Вау! Сегодня знаменательное видео, потому что сегодня мы полностью досмотрим канал Страшилки от Эрики. Мне кажется, это видео, ну, по-любому заслуживает лайк. Скажите мне, кто еще на русском ютубе смотрел полностью каналы? Ну и самое последнее, не забудь подписаться на мой канал, если ты впервые на моем канале. Первая на сегодня история называется «Я сел в машину к незнакомцу, и он оказался водителем Яндекс.Такси». Когда я был в средней школе, надо мной постоянно смеялись и издевались, пока я ехал в школьном автобусе. Так что я решил ходить пешком до школы, 3 мили каждый день. Что? Путь к школе был достаточно безопасным. Мне практически всю дорогу нужно было идти просто прямо по центральной улице, прямо до школы. В те времена никто не боялся оставлять детей на улице. Все друг друга знали, и было достаточно безопасно, так что никто не переживал. Я жил со своим папой, родители развелись, а маму я видел лишь по выходным. Он не был против, что я хожу в школу пешком. И мама тоже, так что я продолжал ходить пешком. Это какая-то странная семейка. Ваш сын ежедневно ходит пешком 3 мили. С ним может случиться все что угодно. Но в один день, когда я шел домой, я увидел, как машина остановилась недалеко от меня. Про себя я подумал. Эта машина выглядит знакомой. А, отлично, это мой папа. Сейчас он отвезет меня домой. Я побежал к нему. Водитель сидел неподвижно. Хм, его волосы выглядят темнее, чем обычно. И разве вставки на его машине были красными? Это не твой папа. Но эти мысли сразу же развеялись. Я открыл дверь и начал забираться на переднее сиденье. Я небрежно кинул свой рюкзак на пол и сел в машину. Блин, чувак, ты сначала мог просто подойти к лобовому стеклу, посмотреть, что это за человек, а уже потом сесть к незнакомцу в машину. Ведь ты не был уверен, что это твой отец. Спасибо, пап. Как только я закрыл дверь, машина начала ехать. Это не был мой папа. То есть ты сел в машину, закрыл дверь и только потом посмотрел на водителя. Что, блять, с тобой не так? Этот мужчина был намного старше, лет на 20. Он еще и двери закрыл. Может быть, это сон. Немного не разглаженные, но и не сильно мятые. Он смотрел на меня и улыбался. Я бы обрадовался этой улыбке, если бы это был отец. Но это был незнакомец. Я услышал звук, как он заблокировал дверь. Тут я понял, что происходит. Я повернул лицо и знал, что мне конец. Я вот даже не уверен, есть ли выход из такой ситуации. Потому что у тебя нет доступа вообще ни к чему. За тобой закрыли дверь, и ты даже не можешь позвонить в полицию. А если ты вдруг попробуешь достать телефон, тебя могут убить. Привет, я видел, как ты идешь и думал подкинуть тебя. Я даже не двинулся и не ответил. Притворился, что все нормально. Я просто дружелюбно улыбнулся. Мы были где-то в миле от дома и в полмиле от поворота домой. Все, о чем я мог думать, это как отсюда выбраться. Тебе домой? Да, да, я хочу ехать домой. А где ты живешь? Я тебя довезу. Я немного расслабился и сказал, что нужно повернуть на следующем повороте. Блять, мурашки по коже идут, что за дерьмо? Я даже начал свободно дышать. Я немного успокоился и уже решил взять рюкзак, чтобы выходить. Мы ехали вперед и уже начали приближаться к повороту. Но он его проехал. Мое сердце выпрыгивало из груди, я сжал рюкзак. Не показывай, что ты боишься, не показывай. Нет, нет, мне нужно домой. Почему у водителя такое спокойное лицо? Неужели все маньяки ходят с такими лицами? Он резко развернул руль и начал поворачивать. Видишь, видишь, все нормально. Он везет тебя домой. Ты уверен? Может быть, побудем вместе, никто и не заметит, что тебя не было. Я был в ужасе. Нет, 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 мне нужно домой. Меня ждет мой папа, он ждет, пока я приду. Ну ладно. Может быть, мы завтра с тобой увидимся в то же время? Ой, как же противно, фу. Это какой-то извращенец. Ребят, срочно напишите в комментариях, кем для вас является этот человек в данную секунду. Маньяк или просто дружелюбный сосед? Да, да, хорошо, завтра в это же время. Отлично, просто мне надо домой. Я сконцентрировался на дороге. Чего? И просто надеялся, что буду дома. Мы снова подъехали к повороту, и я сказала ему повернуть прямо здесь. В машине было очень тихо, но в моей голове происходил полный кошмар. О нет, он не может узнать, где я живу. Нет, нет, нет. Знаешь, это, наверное, плохая идея, что я оставлю тебя прямо у дома, а твой папа может увидеть разозлиться, и мы больше ни разу не увидимся. И, да, хорошо. Он не обрадовался, что он это сказал, и что он не узнает, где я живу. Да. По соседству были большие бетонные здания, а я жил в других домах. Я решил остановиться у бетонных зданий, за ними моих домов не видно. Он начал медленно подъезжать к подъезду, остановился, разблокировал двери, и я уже собирался выходить. Взял рюкзак и закрыл дверь. Что это, блядь, за водитель? Что это такое? Просто мы живем в таком мире, где такого не может быть. Тебя не могут просто так подвести, просто потому что человек очень добрый. Ну что, завтра ты придешь сюда в то же время, да? Да. Я будто застыл и снова посмотрел на этого мужчину. Он был очень странным, а улыбался. Да, завтра увидимся. Не беги, не показывай, что ты боишься. Я собрался и пошел в противоположное направление от моего дома. Я слышал, как он медленно едет за мной. Но тут я повернул в другую сторону и пропал из его поля зрения. Я оглянулся назад и посмотрел, будет ли он ехать за мной. Но он остановился и очень странно помахал мне. Я оглянулся назад, чтобы убедиться, что он уехал, и начал бежать, что было сил прямиком к своему дому. Я спрятался между двумя домами, чтобы убедиться, что он не следит за мной, и чтобы он не узнал, где я живу. После этого случая тебе нужно попросить своего отца, чтобы он каждое утро и каждый день до и после школы подвозил тебя домой. Это очень крипово, серьезно, это очень крипово. Через какое-то время я расслабился и пошел домой, но все равно оглядывался по сторонам, чтобы он не увидел, где я. Наконец, я открыл дверь и зашел внутрь. Я, наконец-то, почувствовал себя в безопасности и закрылся на замок. Я все рассказал своим родителям, и мама сказала отцу, чтобы он возил меня до школы каждый день до месяца года. Отец, конечно, не поверил мне и подумал, что я придумал всю эту историю, чтобы не ходить пешком до школы. Твой его сына чуть было не похитил, настоящий маньяк, а ты ему не веришь? В каком мире мы живем? Но мне было все равно, главное, никогда больше его не встречать. Просто посмотрите на него, это страшно. Напоминаю вам еще раз, прямо сейчас, напишите в комментариях, кто для вас является этот человек. Настоящий маньяк, либо и правда добрый человек. Но, судя по его глазам, это ни хрена не добрый человек был. Следующая история называется уже страшнее. Маньяк украл моего младшего брата. Мне было 15, а мама пошла по магазинам и оставила меня за старшего. За окном темнело, и я нигде не мог найти своего младшего брата. Я решил спросить у сестры, не знает ли она, где он, и она сказала, что он пошел в соседний парк попинать мяч. Что? Он просто исчез? Это похоже на сюжет первого фильма «Оно». Там тоже маленький мальчик убежал за корабликом, и его похитил маньяк. И больше он никогда не возвращался домой. Оставив сестру дома, я побежал, что было сил, к этому парку. А как он выглядит хотя бы? Но когда я добежал до парка, там никого не было. И я начал кричать имя брата, но он не отвечал. Мне стало очень страшно, но вдруг я услышал шум слева от меня. Я повернулся и увидел, как кто-то заворачивает за забор. Увидев это, я побежал так быстро, как только мог. И то, что я увидел у этого забора, я никогда не забуду. Какой-то высокий мужчина тащил моего брата, который был без сознания. Тебе нужно было сию секунду сообщить об этом в полицию. Его бы, скорее всего, нашли по горячим следам. Меня накрыла волна злости, и слезы потекли из моих глаз. И я побежал прямо на него, он обернулся и кинул на пол тело моего брата. Этот мужчина хотел схватить меня, но я побежал так быстро и ударил плечом прямо по его телу. Он упал на пол. Когда он хотел встать, я подошел к нему и начал лить его прямо по лицу. Я ничего не спрашивал, просто взял своего брата и побежал домой так быстро, как мог. Что здесь? Что за экшен? Вот такого развития сюжета я точно не ожидал. На улице было уже очень темно, и мама пришла домой. Она очень переживала и не знала, где мы. Но когда я увидел ее выражение лица, она поняла, что случилось что-то очень страшное. Мы с братом разрыдались, и она обняла нас, как никогда прежде, и начала плакать вместе с нами. Мы позвонили в полицию, но этот мужчина никогда не был найден. Ебать. Честно, я не знаю, у меня от пота мурашки, либо от этой истории. Просто посмотрите на глаза этой скотины. Ответьте прямо сейчас на вопрос в комментариях, есть ли у вас брат или сестра. Третья на сегодня анимация называется Реальная и страшная история с детьми на отдыхе. Кажется, мы уже смотрели с вами реальную страшную историю на природе. Теперь пришло время для отдыха. Что ж, поехали. Мне было примерно 10, когда это случилось. 10? Я был со своими лучшими друзьями и их родителями. Все мы были на базе отдыха. Блин, ни разу не было на таком курорте, вообще ни разу не было на море. И, скорее всего, в этом году я тоже не поеду. Один раз наши родители оставили нас совсем одних в номере. Так вы маленькие. Они решили поехать в ресторан, а мы ждали их и смотрели телевизор. Наш номер был отличным. И там было достаточно безопасно. Мы, по крайней мере, так думали. Мы отлично проводили время, смотрели Симпсонов, играли в Монополию. Но то, что случилось далее, не оставляет меня по сей день. Был уже где-то час ночи. Так, только не говорите, что здесь сейчас будут призраки. Только мне не говорите, пожалуйста. Наши родители опаздывали. Фил посмотрел в окно и сказал... Нет, нет. Они до сих пор в этом дебильном ресторане. Да, они говорили, что вернутся до 11 ночи. Я хотел ответить, но тут... Оооо! А, ребята? Кто-то стучится в дверь. Нет, нет. Конечно, вы сейчас откроете дверь по всем законам фильмов ужасов. Это наверняка просто уборка. Нет, нет, не открывай. А мы можем не открывать? Да. Не открывать эту дверь. Да. Мне стало очень страшно. Никто бы так долго не стучался в дверь просто так. Если бы это была уборщица, она бы постучала два раза. Если бы никто ее не открывал, она просто бы ушла. А родители... У родителей есть ключи. Мне было всего 10, а мои друзья были на 2 и 3 года старше меня. Так что, по сути, мы были беззащитными детьми совсем одни. Так что мы все замерли и не знали, что делать. Ай, да ладно, наверняка это просто горничная. Нет. Но вдруг из-за двери донесся голос. О, это тот самый маньяк из прошлой анимации. Привет. Откройте мне дверь. Ну давай, давай, с тобой так же пообщаемся. На самом деле он сбежной. Когда он это сказал, мы все были напуганы. Что, дебил? Но через пару секунд он начал кричать. Что, дебил? Быстро открыли дверь. Блядь, ты сейчас за домок сломаешь, долбоёб. Нам всем стало очень страшно, и мы начали плакать. Ведь мы поняли, что это не был работник отеля. Мы были в полном ужасе, и вдруг я понял, что этот мужчина достал карточку, чтобы открыть наш номер. Кстати, из самого же номера можно позвонить охранникам и пригласить охрану в свой номер. Почему? Они не догадались. Мальчики были на два года старше. Конечно, может быть, они об этом не знали, но всё же. Я взял своих друзей, и мы побежали и закрылись в туалете. К счастью, ему не удалось... Северполь! Это тот самый маньяк из прошлой анимации! Это он! Он продолжал кричать, чтобы мы открыли дверь. Люк, у тебя же есть телефон. К счастью, моя мама оставила мне телефон, чтобы если что-то случилось, мы позвонили взрослым. Вот урод! Так что я позвонил папе, чтобы рассказать, что здесь происходит. Они пришли, но не нашли этого мужчину. Они подумали, что мы придумываем, пока охрана не показала им видеозапись. Было бы очень крипово, если бы на видеокамере этого мужчины не было. Просто посмотрели... Оказалось, что этот мужчина следил за нами и ещё за другими детьми. Через пару дней его схватили. Оказалось, что он серийный насильник. Наконец-то его поймали. Его ещё не могли поймать с прошлой анимации. Слушайте, так здесь все истории, они взаимосвязаны. Вау! Слушайте, за это я поставлю лайк. Вообще, без разговоров я поставлю лайк этой истории. Я никогда не забуду ту ночь. Это худший день в моей жизни. Он похож на какого-то дебила, дурачка, блин. Ну как его вообще могли пустить в этот отель? Ну просто посмотрите, он же похож на маньяка. Конечно, все мы похожи на маньяков. А следующая история называется очень забавно. Меня убил Дед Мороз. Что? Обычно лично мне Дед Мороз приносит подарки. Но какого хрена он убивает? Дед Мороз, ты что, вообще охренел? Ты просишь детишек вести себя хорошо в новом году, но сам этого не делаешь. Урод. Это произошло в новогоднюю ночь. О, ломбово! Я решил прогуляться, пока снег падал на землю. Ооо, как же круто. Я очень любил гулять в Новый Год. Пройтись и посмотреть на все эти декорации и огоньки, которые украшают ночной город. Блин, на самом деле я уже соскучился по снегу июнь месяца, я уже соскучился. Это очень красиво. В те времена я жил в небольшом городе. И обычно всех людей на улице можно было пересчитать по пальцам, но не в Новый Год. Это похоже на Москву. В этот день город будто оживал. Когда я проходил мимо витрин, я видел, как люди в последнюю минуту перед Новым Годом покупают своим близким подарки и радуют их. Дальше располагался рождественский хор. Они очень красиво играли и пели. Их голоса были прекрасны. Блин, это такая ламповая история, вау! Недалеко были дети. Они слепили снеговика и играли снежки. Это все придавало новогодней атмосфере еще больше шарма. Все это напомнило мне то, когда я был ребенком, скучая по тем временам. Я перевел свой взгляд на ветку, с которой свисали огромные сосульки. И тут я увидел палатку. Я решил перейти дорогу и взять теплый и вкусный напиток. Но когда я начал идти по дороге, прямо на меня летела огромная красная машина. Дед Мороз? Она взялась просто из ниоткуда и ехала прямо на меня на всей скорости. Она практически сбила меня. Я упал на твердый и грязный асфальт. Блин, самое обидное это стать инвалидом в Новый Год. Но вдруг ко мне подошел никто иной, как Санта Клаус. Он хотел помочь мне подняться. Ну или же это был просто мужчина, одетый в костюм. Я сказал ему, Санта? Он начал улыбаться и смеяться. Вдруг он полез к себе в мешок. Он был красным и огромным. И достал для меня подарок. Он был обернут в новогоднюю упаковку. А что там было? Я поблагодарил Санту и пошел домой. А что было в подарке? Но на пути домой я услышал, будто сзади меня Сани. И топот копыт. Я обернулся и увидел оленей, которые тянут Сани Санты. Они начали поднимать... Чувак, тебя два раза чуть не сбили в новогоднюю ночь. Что ж с тобой не так? ...воздухе прямо у меня на глазах. Начали взлетать над зданиями. Я не мог в это поверить. Что? Наверное, когда я упал на асфальт, то ударился головой. И теперь у меня галлюцинация. Санта Клаус серьезно летает? Это лучший подарок. Когда я наконец пришел домой, я кинул подарок под елку. Кинул свои вещи и пошел спать. И вот на следующий день я проснулся и был рад открыть подарок. Тот самый подарок, который дал мне Санта. И что там? Я разрывал упаковку и чувствовал себя ребенком, будто мне снова пять лет. Но все, что находилось внутри этого подарка... Записка? ...это был просто кусок бумаги. Что-то вроде сертификата. И когда я наконец дочитал, что там написано, я понял, что это сертификат моей смерти. Этот сертификат был выпущен вчера, той ночью, и на нем было мое имя. Подожди, он... Я кинул коробку на пол и пошел к зеркалу. Начал смотреть на него и понял, что там нет отражения. Блядь, он умер. Что? Блин, это по-моему, рот, слушайте. Анимации в этом выпуске, они намного суровее. Я даже не ожидал этого. Там даже не было моей тени. Я умер. Вчера меня сбила та красная машина, а я даже не понял этого. Вдруг кто-то постучал в мою дверь. Это был Дед Мороз. Я в ужасе направился открыть дверь и понять, кто там. Там стоял тот же самый Санта-Клаус, который помог подняться мне. Это что, какая-то шутка или какая-то магическая иллюзия? Я начал кричать на него. Наконец-то он начал говорить. Его скрипящий, противный голос сказал, что я должен пойти с ним. Он сорвал свой костюм Санта-Клауса. И оказалось, что это смерть. Пипец, это противно. Я не понимаю, как вы до сих пор досмотрели до этого момента. Мне страшно, серьезно. Я смотрю, это один, и мне нереально страшно. У меня мурашки. Вы видите или нет? У меня мурашки. Все, у меня заплетается речь. Я не могу вообще разговаривать. Вау, это просто нереально крутая, страшная и жуткая история по всем канонам. Что вы почувствовали, ребят? Напишите в комментариях. Следующая жуткая анимация называется Очень страшная история. Один дома. Ребят, кто из вас смотрел фильмы Один дома? Один, два, три или четыре? Напишите в комментариях. О, вот эта анимация. Когда-то давно, когда я был школьником, мои родители наконец-то разрешили мне остаться дома. Одному после школы. Бля, вот этот дом мне не нравится. Раньше я всегда оставался с няней. Но этим утром отец дал мне ключи. Он показал мне все экстренные номера и оставил инструкцию, что делать, если, допустим, загорится дом. В этот день я пришел со школы и зашел домой. Я чувствовал свободу. Наконец-то я могу один оставаться дома. Ненадолго. Но и я решил оторваться по полной. Посмотрел телевизор до ночи, оторвался по полной. Я взял кучу мороженого и сидел и смотрел Терминатора. Обычно родители мне не давали смотреть подобное. Я хочу мороженое сейчас. Где-то в пять часов я услышал дверной звонок. Мой отец говорил мне, чтобы я никогда не открывал дверь. Слушайте, каждая завязка в историях от Террики начинается именно с этого. Кто-то постучался в дверь и там сейчас, по-любому, будет какой-то страшный мужчина. Либо призрак кого-нибудь. Даже если родители дома. И я решил выйти в гостиную, чтобы посмотреть, кто это. Ой, мой закат красивый. Возможно, это просто посылка? Ведь моим родителям часто приходили посылки. И я... Бля... Я так и знал. Я так и знал. Так и знал. Я увидел мужчину среднего возраста в темной куртке. Я никогда его раньше не видел. Он снова позвонил. Но я надеялся, что он уйдет, ведь никто не отвечает. Какой же он же... После третьего звонка я услышал шаги и подумал, что он наконец-то ушел. Я решил продолжить смотреть Терминатора, но вдруг увидел через кухонное окно, что кто-то стоит в нашем дворе. Мне стало страшно за свою жизнь, ведь какой-то незнакомец на нашей территории. Я быстро залез под стол и взял телефон, чтобы позвонить отцу на рабочий номер. Мой отец ответил, и я рассказал ему, что какой-то незнакомец у нас в саду и сейчас пытается открыть дверь. Отец сказал спрятаться и позвонить соседям, а он позвонит в 911. Ребят, только честно, напишите, сколько у вас сейчас времени и жутко ли вам от этой истории. Я сказал папе, что люблю его, а он сказал, что сразу же перезвонит мне. Так, ну и что случилось? До того, как я позвонил соседям, этот человек уже как-то открыл наше окно. Что? Мне было очень страшно. Как? Я закрылся в ванной и позвонил соседке. И через 30 секунд я услышал, как бежит моя соседка и кричит мое имя. Она сказала, что не увидела никого в доме, и мы остались в ванне, пока не приехала полиция. Полицейские осмотрели местность и сказали, что нашли отпечатки пальцев какого-то преступника, который раньше сидел в тюрьме за кражу. После этого случая мои родители больше не оставляли меня одного дома. До того, как я пошел в старшую школу. Друзья, перевела и озвучила Эрика. Если вам понравилась эта анимация, ставьте лайк. Ну, а если не понравилась, то, естественно, дизлайк. Смешная, смешная Эрика. Всегда такая смешная его озвучка. Непонятно, что случилось с тем мужчиной, но было интересно. Следующая история достаточно обычная. Маньяк пытался украсть меня в парке. И хорошо, что не украл. Просто пытался. Давайте посмотрим эту анимацию. Это произошло на выходных, в субботний вечер. Родители Кейлы должны были уехать в Англию. И ей пришлось остаться дома одной. О, эту девочку я уже где-то видел в предыдущих анимациях. Но перед отъездом ее родители установили охранную систему. Ничего себе. На следующий день папа Кейла отправил ей сообщение, что ей нужно сходить в банк и снять деньги. Окей. Ей было очень лень, но нужно было скорее собираться и идти, пока не стало поздно и опасно. Она, как обычно, дошла где-то за пять минут до банкомата. Она увидела мужчину, стоящего около фонаря. Он смотрел вниз и был без футболки, лишь в черный... Что это за чувак? Он голый стоит. Кейла не понимала, что происходит. Почему он смотрит вниз и почему он без футболки в холодный декабрь? Это алкаш какой-то? Она забрала деньги и быстро ушел. Декабрь был? Что? Кейла повернула, чтобы посмотреть, стоит ли там мужчина. Но его не было. Она с облегчением выдохнула и подумала, что он ушел. Но когда она повернула... Оооо, черт, это был скример. Голову он стоял прямо перед ней. Она чуть не закричала от страха, и ее сердце билось как быстро, как никогда. Этот человек просто смотрел на нее странным взглядом и улыбался. Кейла хотела спросить, что такое, но вместо этого она воспользовалась возможностью и побежала так быстро, как только могла. Она обернулась посмотреть, следит ли он за ней, но он будто замер на том же месте. Меня так пугают эти взгляды в таких анимациях. Как по мне, они нереально жуткие. Что это такое? Что это такое? Кейла сразу проверила камеру слежения, увидеть, следит ли за ней этот человек, но его не было. Чувствуя паранойю, она заснула на диване в зале с включенным телевизором. На следующее утро Кейла пошла на пробежку в парк. Она заходила в более глубокую зону парка, где никого не было. И вдруг она заметила, что кто-то преследует ее. Она подумала, что это просто прохожий, поэтому включила музыку, вставила свои наушники и побежала дальше. Прохожий в черном капюшоне и весь он просто в черном. Я бы задумался на одну секунду. Через пару секунд она почувствовала, как кто-то бежит рядом с ней. Этот мужчина схватил Кейлу за талию. Кейла закричала, но он второй рукой оторвался от талии и закрыл ей рот. Она укусила его так сильно, что у него пошла кровь. Бля, как же это больно. Закричал от сильной боли, но этого было недостаточно, чтобы он отпустил ее. Она обернулась и увидела его лицо. Это был тот же самый парень, что вчера у банкомата. Он медленно потянулся к ее лицу и сказал, я никогда не видел такую красивую девушку. У Кейла была паника, но она никак не могла вырваться из его рук. Но вдруг произошло чудо и появились два охранника, которые ударили его по спине. Он упал и они заковали его в наручках. А каким было ваше первое свидание, ребят? Напишите в комментариях. Кейла спросила, как они узнали, что она в опасности. Они сказали, что три дня назад они установили в этом месте каменное слежение. После того, как здесь пропало несколько девушек-подростков. Кейла поблагодарила охранника за то, что он спас ее жизнь. А он сказал, чтобы она больше не ходила в такие места без взрослых. Через пару минут приехала полиция. Они взяли у Кейла показания о том, как все это случилось. А позже она позвонила отцу и все рассказала. Полиция подвезла ее домой и сказала, что будет держать в курсе. Она поблагодарила полицейского и ушла. Прошло пару дней. Кейли позвонила полиция. Они сказали, что собрали информацию о том мужчине. Оказалось, что этот человек разыскивался за многие убийства и преступления. Что? Блин, я думал он и правда в нее влюбился. Что с тобой не так? Теперь он ждет смертной казни. Честно, я даже не знаю, что вам сказать. Прямо сейчас появится опрос. Ребят, за вами когда-нибудь следили странные люди? Интересно, кстати, будет узнать. Ну и самая последняя история на сегодня. А также самая последняя история на канале Страшилки от Эрики. Называется Ужасная история о доставке пиццы. Про доставку пиццы мы уже с вами смотрели. Но что может быть ужасней той анимации? Помните, там был такой страшный чувак? Мы тогда дико все пересрались. Это произошло около шесть... Мне это уже не нравится. Посмотрите на эту рисовку и на этот дом. Это точно будет какая-то смертельная история. Я решила заказать себе пиццу, так как... Ок, что у тебя за дом? Блин, он создан для убийц. Просто посмотрите на это. Доставка пиццы была единственным вариантом для меня. Ведь я не вожу машину. Ок. Как бы сказать, я такая девушка, которая не носит штаны дома. Ааа... What? Я скажу вам так. Не только девушкам лень носить дома штаны. Тем более летом. Кому нужны эти штаны? Да. Но в любом случае у меня есть домашние шорты. Поэтому я нашла их и надела, что... Какие-то шорты. Вот когда девушки говорят, что это шорты, ну вот просто посмотрите на это. Они натянуты до самого живота. И вы называете это шортами? Я же не могу встретить его без штанов. Я открыла дверь, забрала пиццу и пошла к телевизору ужинать. Во время еды мне пришла смска. Чё у тебя пицца чёрная такая? Ты одна дома, Джейн? Я, естественно, удалила это смс, но в первом сообщении меня назвали по имени. Это странно. Да и спрашивать, одна ли я дома с улыбающимся смайликом... Кто бы это ни был, скорее всего, тот доставщик, он тоже не шарит за ваши короткие шорты. Они начали описывать, как я одета. У этого человека есть мой номер, моё имя, и он знает, как я одета. Я поняла, что единственный, кто мог это знать, это курьер, который... Почему он до сих пор там стоит? Ты идиот? Чё он там реально стоит? Там дождь идёт? Ты хотя бы зайди домой, я не знаю. Ну правда. Ведь я указывала свой номер телефона и имя. И если это так, он даже знает, где я живу. Я ввела его номер в гугл и посмотрела первый результат. Подожди, ты дверь не закрыла входную? Он, блядь, до сих пор там стоит. Дура, просто такую дуру. Он был местный, и я даже несколько раз видела его на фейсбуке. Ок. Я ужаснулась, когда поняла, что мы живём в одном городе. Ок. И ведь он с лёгкостью мог начать меня преследовать. А ещё он сзади тебя стоит. Или продолжать быть таким жутким. Я закрыла все занавески и поползла к кровати. Забыла дверь закрепленную. Я завернулась в одеяло и лежала так несколько часов. Я ужасно боялась, что он придёт за мной. Но уже ничего не предвещало беды. Надеюсь, я никогда о нём не услышу. Я не знаю, как я буду спать сегодня ночью, ребят. Кто-нибудь досмотрел до этого момента из вас? Я не знаю. Мне вас жалко, ребят. Мурашки по всему телу. Эрика, если смотришь это видео, спасибо тебе за канал Страшилки от Эрики. Дорогие друзья, только что мы посмотрели полностью канал Страшилки от Эрики. И это было просто удивительное приключение. Напугало. Честно, напугало. Я не знал, даже не рассчитывал на это. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Мне кажется, оно точно заслуживает лайк. Ибо таких страшных историй мы с вами, ребят, никогда не смотрели. Также не забудь подписаться на мой канал, если ты впервые на моём канале. А мы с тобой увидимся уже совсем скоро.